Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин, я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает в Ападом. Сегодня речь пойдет об удивительно красивой книге. Я взял ее в руки, потому что мимо этой обложки просто невозможно пройти. Это, конечно, симбиоз очень знакомых нам образов и по мультфильмам Миядзаки, и по различным другим графическим фантазиям, да, изображениям. Это летающий мир. Это мир, где вот этот вот прекрасный кит, словно сошедший с рубашечки карты Маджинариума, да, вот, эти прекрасные воздушные шары, небесные тела, корабли, фрегаты, старинные галеоны, они все существуют равноправно. Улетают куда-то туда, в лучшее место, там, где океан встречается с небом. Помните, конечно, этот образ из Порко-Росса Миядзаки, да, когда самолеты улетали, плавно поднимаясь над облаками, все выше и выше. И это были все погибшие пилоты и все погибшие самолеты. То есть неважно того, за кого они воевали, на чьей стороне, да, они все поднимались выше. Здесь история никак не связанная ни с историей авиатехники, ни с историей 20 века. Здесь вообще очень мало сюжета в этой книге, но книга необычайно пленяет своей изобразительной стороной. Это сделано так здорово, что братья Фэн, вот художники, авторы этой книги, они просто превзошли сами себя, если так можно сказать. Люблю это выражение, потому что это и есть сверхзадача для любого художника, особенно детского художника или писателя, прыгнуть выше головы. Заставить нас еще раз пережить какие-то очень важные моменты в детстве. Вот как для этого мальчика и его мамы является вот этот вот самый взгляд на морской горизонт. Мальчик живет на берегу моря, у мальчика был дедушка. Мы сразу это понимаем буквально по первому, по первой страничке, по первому письму, потому что здесь у нас дедушка только на фотографии, вот мы его видим, да, значит, только на фотографии. И вот показано, значит, Фаня помнил дедушкин голос, показано, как он занимается с дедушкой, а вот уже пустой стол, где остались от дедушки его поделки, его инструменты, его рабочее место, да, вид из окна. Все тот же, только некому уже на этот пейзаж смотреть, да, дедушки нету с мальчиком. И он решил построить корабль для того, чтобы отправиться в путешествие туда, где, значит, океан встречается с небом. Об этом месте рассказывал ему дедушка. И он строит этот корабль, это очень трогательно нарисовано, очень здорово. Я мечтал бы, будучи маленьким, построить такой корабль, но у меня никогда не было ни возможности, ни в деревне, где я бывал летом, ни в городском дворе, конечно, выстроить такой удивительный домик. Но в своем воображении каждый из нас строил такое убежище. Это же именно, конечно же, это убежище, потому что вот настроившись, намастерившись, да, он здесь у нас ложится и сладко спит герой. И просыпается он от плавного покачивания на волнах. Путешествие началось. Этот его корабль, состоящий из надутых матрасов, шин, камер, значит, автомобильных и так далее, и прочих плавучих вещей, да, из чего придется собранный, этот матрасик, кораблик отправляется в путешествие. И первым делом встречает золотую рыбку. Вообще, конечно, и дедушка китаец, и рыбка золотая, она, конечно, из Китая пришла. И многие другие образы, в том числе летающий дракон, который там будет среди прочих удивительно летающих, плавающих предметов. Это все, конечно, китайские очень предметы, да, и мы понимаем, откуда удивительно все это, откуда все это пошло, да, откуда вот эта удивительная стилистика, чуть-чуть не похожая, отличающаяся от обычной европейской иллюстрации детской книги. Но когда мы доплываем до прекрасных книжных островов, вот открыв книгу на этом месте, я окончательно понял, все, я твой, а ты моя, значит, эта книга предназначена для меня, надо, хватай и беги, что называется, да. Потому что, конечно, здесь у нас название абсолютно европейской классики, от Одиссея Капитана Блада до незнакомого мне какого-то Мистера Ская. Есть, конечно, Старик и море, есть Моби Дик, есть очень разные, значит, не только морской тематики приключенческие книги, но это вся та литература, которая является сокровенностью нашей с вами души. И вот эти прекрасные книжные острова, где свили гнезда сотни книжных птиц, книжные души юные, которые пропадают в библиотеках и у книжных полок, это, конечно, очень трогательно, вот. Но надо плыть дальше, здесь вот остров гигантских морских ракушек, здесь другие заветные места, которые он посещает, да, вот прекрасные медузы. Вот мы видим сверху этот крохотный кораблик, который плывет, медузы. Опять же, тут же вспоминаются медузы, которые мы встречаем в начале мультфильма про рыбку понья. Вообще, все это сказочное воздухоплавание, потому что дальше мы поднимемся таки в воздух, да, вот мы только еще раз давайте взглянем на кита, вот этот кит при приближении, да, он, конечно, гигантский абсолютно, потрясающий, да. Вот оно, это сказочное воздухоплавание, воздухоплавание с обоушкой книги, я имею в виду аналогию с книжкой Андрея Усачева прекрасной. Это такой мир фантазии, без особого сюжета, ребенок сам придумывает все, что там происходит, без особых перекличек с конкретными книгами. Там были названия на корешках книг, да, но это никак не обыгрывается, это просто нам намекается, что наши возможности безграничны, мы можем в любой из миров попасть, это такой перекресток миров. Это на самом деле сказка в чистом виде, такой сон, который очищен от шелухи любого сюжета и любых нравоучений, просто сон, в котором великое, вот это вот великолепное, залетая сияние, не знаю, видно вам или нет, но здесь еле-еле намечены черты человеческого лица, луна и является лицом дедушки, да, который ласково смотрит на своего сына и нежно так дует, вот так сложив губы трубочкой, он подул и полетел, косяк летучих рыб, удивительных объектов, и этот ветерок пригоняет корабль назад, корабль вот этот самодельный назад к дому, потому что пора возвращаться, пора просыпаться, пора идти домой, вот, наигравшийся ребенок разбужен мамой, финн, просыпайся, пора обедать, сказала мама, я приготовил любимые дедушкины клетки. Но мальчик-то знает, он побывал там, где даже мама никогда не была, где, может быть, он не может этим поделиться чувством, да, где, несомненно, происходят какие-то волшебные вещи, и это место теперь всегда с ним, всегда в его сердце, как, собственно говоря, и память о дедушке, да, это был отличный день, чтобы отправиться в путешествие, такой вот философский вывод. Это потрясающая сказка, еще раз говорю, не в сюжете дело, и не в ходе дедушки дело, да, которое здесь максимально смягчено, это книга не о, не убери, не та книга, которая должна уберечь от травмы смерти, да, совсем другая книга. Это книга о путешествии, о стране фантазии, это книга о великолепном сказочном воздухоплавании, об этом вот месте, где действительно небо, море, наша фантазия сходится вместе. Потрясающе нарисовано, здорово придумано, очень нежно, очень добро, и самое главное, вот самое яблочко, именно то, что безграничная возможность. Мы пролистали книжку с дочкой два раза с огромным удовольствием, здесь действительно есть о чем подумать и что поразглядывать. Ну а дальше там уже ребенок, опираясь на эти образы, будет выдумывать свои миры, свою фантазию создавать, свои развивать истории. Спасибо за внимание.